Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вы каждый день можете рассчитывать на свежие новости по игре, обзоры всего, что происходит, советы по прохождению ивентов, открытие контейнеров, прокруты рулеток, зацентехники, бонус-коды и многое-многое другое. Хотите ничего из этого не пропускать, подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик день, выпускаю по несколько видосов минимум. Итак, стартовало событие Мэд Арена и в этом видео я попытаюсь дать вам несколько советов в отношении того, как максимально быстро пройти данное игровое событие, на чем советую играть, но и обязательно расскажу вам, чего что стоит. Для того, чтобы пройти данное событие, необходимо собирать эмблемы классности. Эмблемы классности вы будете получать за знаки классности, которые будете получать в победных боях, играя на технике с 4 по 10 уровень. Если вы не сильно рукастый танкист и будете получать периодически знаки классности 3 степени, то за них будете получать всего лишь одну эмблемку. Если будут знаки классности 2 степени, то 3 эмблемки, знак классности 1 степени принесет 7. Ну а если вы прям совсем супер рукастый танкист, то с легкостью пройдете данное событие, потому что за знаки классности мастера дают целых 15 эмблем. И это действительно в математической формуле прохождения данного ивента очень много. Но все-таки далеко не все мы можем собирать мастеров и скорее всего давайте будем рассчитывать на то, что мы среднестатистические игроки с вами и будем получать знаки классности 3 степени. Так вот, ребят, для того, чтобы пройти данное событие, необходимо будет собрать ни много ни мало целых 74 эмблемы. Это просто для того, чтобы закрыть вот эту вот верхнюю цепочку. Но давайте сначала обсудим вопрос того, а стоит ли идти до самого конца, стоит ли потеть. Здесь решать безусловно вам, но я бы рекомендовал дойти хотя бы до 6 уровня, потому что на 6 вот этом левеле вы забираете себе пульт, а перед этим на 3 уровне еще один пульт. Как раз те пульты, которых нам не хватает для того, чтобы закрыть вопрос в отношении экранов в нашем ангаре. Так вот, ребят, для того, чтобы дойти до 6 уровня, необходимо будет, как вы видите, собрать 27 таких эмблем, а значит 27 сделать побед, получая знак классности 3 степени. Что это в математике, исходя из 10 дней игрового события? Это 3 знака классности 3 степени в день. И таким образом вы доберетесь хотя бы до вот этого 6 уровня. Но понятное дело, что все хотят забрать вот эти номера, потому что за номера вы можете себе либо забрать могильщика, либо открывать контейнеры, либо забрать себе аватар. На аватар советую внимания вообще никакого не обращать, понятное дело, главные награды это могильщик и контейнер. Так вот, для того, чтобы забрать себе гарантом могильщика, необходимо, как вы видите, собрать 10 номеров, а значит вам необходимо пройти всю цепочку, то бишь сделать 74 знака классности 3 степени и еще 8 раз пройти вот этот 12 пункт. Как видите, он обозначен как пункт, можно выполнять до бесконечности. И таким образом, для того, чтобы гарантом забрать себе могильщика просто за 10 номеров, вам необходимо сделать 74 знака классности 3 степени и еще 72 знака классности 3 степени в сумме 146 знаков классности 3 степени, что равно 15 знакам классности 3 степени в день. Ну, то бишь делим 146 условно на 10, получаем там 14 и 6 десятых, но по факту 15 знаков классности, как я уже сказал, самого нижнего уровня. Но при этом всем вы просто забираете могильщика, а потеете просто до безобразия. Если говорить о контейнерах, контейнеры действительно прикольные, действительно интересные. В них есть, помимо внешних видов и, как мне кажется, не сильно жирно насыпанных сюда бустеров, такие классные машины, как крушитель и уничтожитель. И вот эти тачки действительно стоит попытаться забрать. Также здесь можно забрать себя мародера и шипа, но в выборе между этими машинами я бы сказал, что мародер немножко поинтересней. Стоит также отметить, что компенсация за данные машины в голде, что тоже, в принципе, неплохо. Но вот только для того, чтобы забрать этот контейнер, как вы видите, необходимо собрать, ни много ни мало, 20 знаков классности третьей степени. Сейчас объясню почему. За каждый контейнер вы будете отдавать по одному номерному знаку. Суммарно вы получите 2, на этом можете успокоиться, откроете 2 контейнера, но не факт, что оттуда что-то получите. А вот если вы откроете 20 этих контейнеров, то здесь, ребят, есть такая вещь, как талисманы могильщика. И как раз именно 20 талисманов необходимо собрать, то бишь открыть 20 этих контейнеров, для того, чтобы забрать себе могильщика гарантированно. И плюс к тому еще получить, возможно, какую-то машину из тех, которые здесь есть. И если мы с вами говорим о том, что 20 контейнеров необходимо открыть, то давайте сразу обсудим, а во что вам это обойдется. Как я уже сказал, для того, чтобы забрать могильщика, вам необходимо собрать ни много ни мало 146. Но это всего лишь 10 номерных знаков, а надо 20. Таким образом, получается, что еще 10 раз необходимо закрыть 12 уровень, а значит собрать еще 90 знаков классности третьей степени. Итого получается 236 знаков классности третьей степени отделяют вас, а именно 24 знака классности третьей степени в день, от того, чтобы открыть 20 вот таких вот контейнеров, забрать себе могильщика гарантированно, и плюс еще попытаться забрать какую-то другую машину. Ну и, соответственно, здесь необходимо все это умножить еще на 2. И таким образом вы получите количество боев, которые вам надо отыграть. Если играете со своей статистикой в 50%, то, соответственно, 50% побед, 50% поражений. Ну и таким образом, получается, в день необходимо отыгрывать порядка 50 боев. Это если в победных всех боях вы будете забирать себе знак классности какой-то степени. Короче говоря, очень сложный ивент, и это правда. Но также правда в том, что вы за это получаете себе довольно уникальную, классную, интересную машину в лице могильщика, и возможность забрать себе, как минимум, либо крушителя, либо уничтожителя. А вот эти тачки действительно стоящие. В частности, уничтожитель, до которых на сегодняшний день добраться очень сложно. На чем проходить? Проходить, понятное дело, все начнут на тех танках, на которых классно играются. Нагибаторы всякие, десятых уровней, восьмых уровней. Сразу все начнут хватать такие машины, как, не знаю, ну тот же самый Т-77. Ну и, ребят, именно в этом и есть ошибка. Популярные машины, это тачки, на которых катается большое количество игроков. Люди на них поднимают высокий уровень по результативам боев. Ну и, соответственно, планочка на знак классности третьей степени находится очень высоко. Что бы я рекомендовал? Поскольку мы имеем возможность в этот ивент играть на танках от четвертого уровня, выбирайте себе коллекционные машины, начиная от четвертого уровня и до шестого, и берите максимально непопулярные тачки. Если вы где-то когда-то получали машины из каких-то ивентов, ну или, допустим, из батл пассов, и на сегодняшний день вы еще их не продали, то берите такие машины, как, не знаю, ну тот же самый Eonyx или Outcast, или, допустим, тот же самый Panlun. И вот эти вот как раз машины, которые не пользуются популярностью на сегодняшний день, помогут вам собрать знаки классности. Недавно ряд игроков выиграли у меня в розыгрышах такие машины, как, допустим, Grom или KV-13. Ребят, используйте эти машины, и они помогут вам зарабатывать знаки классности. Стоит отметить, что на многих из машин, допустим, на том же самом Рудольфе, не стоит прям сильно упарываться для того, чтобы получить порой даже знак классности первой степени, а может быть, сможете накосить и на знак классности мастера. В общем, ребят, используйте редкие машины, не используйте тачки, которые являются крутыми на сегодняшний день нагибаторами в рандоме, потому что в таком случае вы сами улучшаете шансы на получение знаков классности у тех ребят, которые будут использовать непопулярные машины, но о себе эти шансы, понятное дело, урезаете. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, искренне надеюсь на то, что у многих из вас получится пройти данный ивент, и, как я говорил, рекомендую хотя бы забрать пульты для того, чтобы закрыть вопрос с вот этими вот экранами. Но, как видите, здесь два экрана, еще есть шипящих, и потом еще вот здесь вот четыре, которые потом такими же с помехами станут, если я правильно понимаю то, что задумали разработчики. Пошел снимать специально для вас следующее видео, вам искренне мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok